Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplan, меня зовут Юрий Аксёнов, и начнём мы сегодняшний выпуск с игры под названием Box Trolls. Он сделан по мотивам нового мультфильма, который вот-вот выйдет в кинотеатрах, который называется Семейка монстров. Игрушка достаточно качественная, обладает хорошей графикой и, в принципе, интересная. А здесь у вас имеется вот такое вот главное меню, это ваш персонаж Box Troll, за которого вы играете, слева у нас какой-то мальчонка, который рассказывает вам о различных хентах и прочем, и девчушка, которая даёт вам определённые задания, выполнив которые вы получите награду. В магазине вы можете немножечко апгрейдить своего персонажа, можете покупать ему напарника, который служит своеобразной дополнительной жизнью, то есть, если вы запоритесь, то вы продолжите бег, просто потеряв своего напарника. Ну что ж, посмотрим на миссию, здесь такая вот карта из миссии, и на десятой миссии присутствует что-то типа босса. Но до туда я ещё не дошёл, в общем, посмотрим на игру, мне она понравилась, кстати, будет очень интересно посмотреть этот мультик, потому что персонажи достаточно, если честно, необычные и могут, наверное, заинтересовать. Несмотря на всю свою уродливость, они достаточно вот такие вот миленькие и весёленькие. Итак, вам необходимо бежать, и теперь у нас появились новые противники, которые будут стреляться сетками, и нам необходимо будет их избегать. Итак, мы сейчас бежим, кстати, вдвоём с другом, это хорошо. Итак, прыгать, чтобы можно просто нажимать на экран, например, вот в эту бочку нельзя было наступать, но я случайно наступил, но мне повезло то, что у меня была специальная штука, которая позволила мне сэкономить жизнь. Так, бежим вниз, кстати, с помощью свайпа вниз вы можете получить вот такое вот ускорение, особенно если вы будете катиться с горки. Перепрыгиваем ловушку, блин, один из троллей попал прямо в неё. Ну что ж, печально. Так, ладно, бежим дальше. Если вы будете врезаться в обычные препятствия, то это ничего вам такого плохого не сделает, поэтому можете не бояться. Самое страшное это попадать в ловушки и также в лапы злых чуваков, которые хотят вас поймать. А вас хотят поймать какие-то черширские коты, хотят поймать вот такие вот чуваки, которые стреляют в вас с сетками. Возможно, дальше будет появляться что-то ещё новенькое, интересное. Но, в общем-то, мне этот такой вот платформер, выполненный по джанре раннера, понравился. И поэтому я вам однозначно советую эту игрушку и, возможно, даже мультфильм к просмотру. Хотя я даже о нём ничего ещё не слышал. Сейчас пойду гуглить, смотреть, что это за мультфильм, потому что по графике и по стилю персонажей меня, если честно, это очень заинтересовало. Вторая игра называется Show on the Ship. Ship Ship Stack, и это игра про овцу Шона, которую вы, наверное, знаете, так же, как и я. И давайте посмотрим, в чём заключается суть данной игры. Здесь вам необходимо будет запулять этих вот овечек. Итак, что мы можем сделать? У нас есть такая катапульта из трусов и резинки сделана, и мы можем их пулять. Так, и наша задача съесть пончики. Так, здесь нам нужно уронить вот эту штуку сначала, балку, и теперь нам необходимо прыгать на неё. Чем быстрее вы это сделаете, чем меньше вы овец на это потратите, тем лучше, соответственно, тем больше звёзд вы получите. Но, если честно, я даже ни одной миссии не смог пройти на три звезды. Максимум всегда на две проходил. Вот, к сожалению, овца соскользнула, и теперь, скорее всего, мне дадут одну звезду. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. И да, я был прав. Ну, ладно, попробуем пройти ещё одну миссию. Снова балка, но здесь у нас две катапульты. То есть мы здесь... Воу-воу-воу-воу-воу! Пересилил, пересилил. Пробуем ещё разочек. Так, пуляем овцу. Да. В общем, из-за того, что палка падает, мы уже сразу же, как бы, можно сказать, проигрываем. И поэтому это печально, наверное. Вот, в этот раз у меня получилось что-то более-менее. Но, к сожалению, овца находится не посередине. И из-за этого, наверное, опять плакали мои три овцы. И, наверное, даже две овцы. Так, пуляем последнюю. И завершим, наверное, на этом миссию. И перейдём к следующей игре. Третья игра называется Peace Opers. Peace Opers это прикольный платформер, достаточно интересный, любопытный и с нестандартной функцией. Например, мы, управляя вот этими колобочками, можем их, можно сказать, умерщвлять, для того, чтобы залезть как можно выше. Умерщвляем их, и они превращаются вот в такие вот ступеньки, по которым они сами, собственно, могут свободно перемещаться и лазить. Делаем определённую такую вот лесенку и постепенно добираемся до выхода. Так, помещаем их сюда. Так, сюда. И всё, в принципе, сейчас у меня должно получиться запрыгнуть. Собираем звёзды. Всего на каждом уровне три звезды имеется. Собираем ещё одну звезду. Так, давай, прыгай. Прыгай. Он зацепляется и почему-то не очень хорошо производит вот эти вот прыжки. Ну ладно, давайте оставим его здесь. Так, теперь-то я точно должен запрыгнуть, потому что высота в два вот этих блока, в принципе, покоряема. Так, помещаем его сюда. И попробуем теперь залезть ещё выше. Туда, куда нам нужно. Так, ставим, наверное, сюда. Не знаю, получится запрыгнуть или нет. Но я очень сильно на это надеюсь. Так, давай, прыгай. Да блин. Запрыгиваем. Наверх у меня не получается запрыгнуть. И это, конечно же, огромная печаль. В общем, нам необходимо добраться вот до того туннеля. Здесь уже миссия не такая простая, как были миссии до этого. Поэтому однозначно вам советую попробовать поиграть в этот прикольный платформер и пройти его полностью. Вот, собственно, миссию я и прошёл. Последняя игра называется Neon Battleground. И эта игра якобы мультиплеерная. То есть вы сражаетесь с реальными игроками. Но сейчас у меня интернет отключен. Но несмотря на это, мне находятся какие-то игроки. Причём отображается их пинг, количество убийств и смертей. Это просто нереально. Но, в принципе, поиграть в игру интересно. Несмотря на то, что эта игра нас обманывает о том, что вы играете онлайн. То есть я сейчас оффлайн. Полностью у меня отключен интернет на планшете. И несмотря на это, я якобы играю с реальными игроками. Да, возможно, имена игроков действительно реальны. Но ни о каком онлайн мультиплеере здесь речи идти не может. Сама по себе игра мне понравилась. Понравилась её идея в виде такой вот онлайн-бэттл-арены. И где вам необходимо сражаться, получать очки, деньги. Для того, чтобы потом прокачивать свой вот этот вот неоновый космический корабль. И побеждать других игроков, становляясь всё сильнее и сильнее. Игрушка выполнена достаточно стильно, в неоновом стиле. И управление, в принципе, тоже достаточно удобно. Управляется игра с помощью всего лишь двух стиков. Что достаточно, наверное, классически. В общем, игра мне понравилась, но не понравился вот этот вот обман с мультиплеером. Как я могу играть онлайн? Причём в списке, как вы видели, отображается количество игроков. Их пинг, количество убийств и смертей. Но это просто какой-то обман. И это, конечно же, неприятно. Зачем было заявлять то, что... И показывать нам то, что мы играем онлайн. Хотя это, на самом деле, далеко не так. Ну что ж, на сегодня всё. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальцы вверх. Они очень много значат для моего сердца. Всем пока. И удачи. Спасибо.